Доброго тебе здравия, путешественник по виртуальным заснеженным мирам. На планете Нирн, с самого её основания, в 1994 году в эпоху Тодда Говарда, можно найти немало приключений, а как говорится, кто не рискует, тот не пьёт огненное вино. Оказавшись в холодном, как грудь аргонианской шлюхе Скайриме, каждый любопытный герой может пойти по своему, не похожему ни на чей путь. Кто-то станет волшебником с горящими глазами и пылающими руками, иной приключенец перевоплотится в вора, мастера тени и лёгкого шага. Ну а в нашем случае, всё пошло немного не по плану, и пожилой Данмер, для того, чтобы хоть как-то выжить в чужой стране, раздираемой гражданской войной, стал наёмным убийцей, вступив в легендарное Тёмное Братство. Не стану скрывать, данное видео родилось без объявления и предупреждения, а учитывая, что на этом канале каждое первое видео про Fallout, то нужно оно здесь, как дракону второй хвост. Однако, если есть возможность написать интересный текст, снять футаж в приличном качестве и разнообразить контент игрой, в целом стоящей где-то близко с легендарной RPG про ретрофутуризм и постапокалипсис, то кто я такой, чтобы себе отказывать? Да и свитки, вашими же голосами, так или иначе, но всплывали на поверхность, так что было принято решение позволить себе разок расслабиться. Теперь посмотрим, хватит ли мне ваших просмотров и лайков на то, чтобы продолжать совмещать ядерное с драконием. Теперь же, когда неизбежное огромное вступление позади, я поведаю вам историю об одном Ассасине, родом из Моровинда. Дело в том, что Темное Братство – это далеко не самые приятные личности, которых любой житель Морозных Краев хотел бы встретить. Проведя Темное Таинство, даже самый последний крестьянин за гроши может заказать устранение цели во славу Ситиса. Так уж вышло, что Данмер, попавший не вовремя на одно из таких Таинств, без одни мысли выполнил задачу с мыслью о легком обогащении. Каково было его удивление, когда сотрудники Братства пришли к нему ночью. Но предыстория никакого отношения к делу не имеет. Главное знать лишь то, что работенки у старика добавилось изрядно. Первым важным заданием для Темного Эльфа стало убийство Бейтильд, владелицы железнорудной шахты в славном городе Данстар, устранить которую заказал ее же бывший муж. Так что задача проста – отправиться к шахтам, провести расследование и ликвидировать хозяйку. Данмер добрался до Данстара уже ближе к полуночи, когда обе луны Нирна соседствовали с яркими звездами. Остановившись в местной таверне, старик набрался сил и плотно поужинал. Осознав риск, эльф купил еды и на следующий день, ведь дело может пойти не по плану, и, возможно, придется убегать из города в потемках. Данмер всегда совершал убийство на пустой желудок, ведь случись какая беда, видит Вивик, мать его, бежать голодным куда быстрее, чем с набитым брюхом. На утро убийца вышел из таверны и отправился на поиски своей цели. Искать долго не пришлось. Услышав стук кирок о неподдающейся породе, сонный эльф пошел на звук. Еще не дойдя до самой пещеры, на дороге он встретил нескольких человек, среди которых была и Бейтилд. Она хвалила своего рабочего, но при этом упомянула имя Лейгельфа, своего мужа. Бейтилд обратила внимание на слишком интересующегося их разговорами эльфа, но тот быстро удалился. Следующим шагом убийцы было исследовать дом Бейтилд и узнать местоположение Лейгельфа и его дома. Жилище хозяйки шахты стояло на берегу. Охрана проходила мимо него, но незаметно протиснуться внутрь было проще простого. В хижине ничего необычного обнаружить не удалось. Беспорядка или напротив кристальной чистоты также не было. Обычная хижина, в которой явно кто-то живет, но обитает здесь нечасто. По всей видимости, работа отнимала все свободное время Бейтилд, так что о быте и личной жизни можно и не задумываться. На противоположном берегу от хижины располагалась другая шахта, Ртутная, хозяином которой и являлся Лейгельф. Ничего интересного он не сказал, да и намекать на то, что эльф-убийца, пришедший за супругой работяги, дан мир тоже не стал. А вот дом мужчины заинтересовал убийцу. Несмотря на то, что бывшие супруги стали заклятыми врагами, да и Лейгельф лично провел темное таинство, чтобы призвать братство ассасинов, это далось ему не очень легко. По всей хижине разбросаны бутылки с медовухой. Видимо, после работы, негожего мужа терзают сомнения и страхи о том, правильно ли он поступил. Главное, что за годы своей длинной жизни понял герой этого видео, любая работа должна быть выполнена, нравится она тебе или нет. Убить женщину, живущую своей работой и пытающуюся доказать своему бывшему мужу, что может совершить что-то сама, это тоже работа. Один из способов убить цель, это сказать ей, что ты из темного братства. В таких случаях, жертвы начинают вести себя абсолютно неадекватно, и зачастую даже пытаются напасть первыми. А по современным законам, ты вправе себя защитить, особенно если вокруг были свидетели. Но Данмер пожалел Бейтилд и решил убить ее во сне, пока та крепко спит. Вернувшись в логово Темного Братства, Ассасин отдохнул и получил свою плату за контракт. 250 золотых монет быстро закончатся, но память будет хранить историю об убийстве хозяйки шахты, бывший муж которой струсил и решил с ней покончить. Дорогие друзья, если вам понравилась история, основанная на игре Skyrim, то пожалуйста поставьте лайк и напишите свой комментарий. Похвала и одобрение с вашей стороны лучший мотиватор делать что-то еще. Также я хотел бы попросить у вас некоторых идей относительно способов убийств в Skyrim. Самые интересные и изящные способы устранения появятся в следующем выпуске, а его автор будет упомянут в ролике. Но, разумеется, продолжение возможно исключительно благодаря вашим просмотрам, большим пальцем вверх и репостам. Спасибо за внимание, всем удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин